Хочу разобрать по полочкам такое явление, как пси-террор. То есть, если вам кажется, что мир весь против вас настроен, то это не так. То есть, вас реально какие-то могут люди преследовать. Также есть обычные люди, которые просто являются проводниками пси-операторов, и на вас просто нацелена полная артиллерия, и они могут как какие-то сверхъестественные силы направить против вас, так и какие-то поставить вас на компьютер, и оттуда над вами издеваться тоже. То есть, используются все методы и способы, чтобы вывести вас из себя, вывести вас из равновесия, чтобы вас просто трясло, и вы просто повели себя неадекватно. Вот. То есть, из-за чего вообще такое может происходить? Что вы можете просто кому-то не понравиться, просто кому-то перейти дорогу, и вас захотят устранить, просто устранить физически или психически. психически. Ну, то есть, физически устранить это как бы вашими руками, довести вас до такого состояния, чтобы вы сами что-то сделали. То есть, мои ролики будут выходить постоянно, и я не тот человек, который, например, подсаживает на себя и просто сливается. То есть, еще я вот такое хотел явление разобрать, как вот мир подает вам знаки, например, через какие-то разговоры посторонних людей, например, какие-то слова. Вы можете обдумывать какой-то вопрос, и вам просто будут приходить ответ через этих людей. То есть, например, если вы выкладываете ролик о психотронном терроре, то можно сказать, что вы нацеливаете, так сказать, огонь на себя, и просто система будет с вами играть, как захочет. То есть, например, вот я вчера сидел в ВКонтакте и просто просматривал ленту, и вот выходят какие-то новые клипы красочные, и какие-то песни, и они как-то близки мне по духу, и и это вот неспроста, вот эти масс-медиа просто является проводниками операторов, то есть, сами можете быть проводником операторов, то есть, люди в большинстве случаях не все за них решено, и они особо-то ничем не контролируют, и просто вы можете там думать о своем, говорить что-то, другие люди будут как-то воспринимать на свой счет. И вот о чем еще можно поговорить, то есть, вы для этих пси-операторов просто игрушка, просто кукла, вас разводят на негатив, и просто питаются этим через вас. Они хотят, чтобы вас просто трясло, и на самом деле помощи ждать неоткуда, обычные люди сами справиться не смогут с этими пси-воздействиями, и что я могу посоветовать, например, кто бы что ни говорил, например, очень помогают, лично мне помогают сигареты обычные, алкоголь, конечно, я вам не советую пить при психотронном воздействии. Сигареты могут, я, конечно, не берусь утверждать, но такое мое наблюдение, что сигареты могут вам помогать отгонять каких-то энергетических сущностей, которые через вас питаются, то есть их главная цель это вывести вас на негатив, чтобы вас трясло, чтобы вам было плохо, вот. Если, например, вот у вас, например, открытая фаза, и вы просто не обращайте на это все внимание, не вовлекайтесь в эту игру, то это не поможет. Я не знаю, может, кто-то и справился с этим, но если у вас начали жестко террорить, то просто нужно искать какие-то способы защиты. То есть, да, некоторые люди говорят, что помогает простая фольга. Я, конечно, не пробовал. и вот это само явление как масс-медиа, она вообще не изучена, то есть у вас даже может травить сама масс-медиа. Например, открываете вы ленту новостей вконтакте и там все какие-то намеки, какие-то на вас или еще что-то и сами, какие-нибудь аудиозаписи могут являться ничем иным как зомбирование вас, то есть они нацелены, конечно, не конкретно на вас, они нацелены на всех людей и просто перестаньте прослушивать эти аудиозаписи и перестаньте просматривать телевизор, побольше гуляйте, смените рацион питания, какие-то может положительные эмоции получаете и на самом деле вот если с вами начали игру, то есть увлекаться, конечно, если вы не увлекаетесь, это у вас ничего не выйдет, они все равно будут вас жестко террорить и на самом деле уходить куда-то на природу это тоже не получится, на самом деле это обычные люди с такими явлениями не справятся, просто пережить это и дальше жить спокойно, то есть большинство людей не могут например под психотеррором зарабатывать деньги как вы хотите чтобы они зарабатывали деньги когда над ними просто издеваются их жестко тратят у них например как у меня болит душа им неприятно как в таком состоянии вообще можно как-то работать то есть они могут вам какие-то галлюцинации делать например вы смотрите какой-то фильм и происходят сцены из фильма и потом вы пересматриваете эти сцены их просто нету нету этих эмоций нету этих слов и они просто у них полный комплект чтобы вас пытать то есть так да и как-то как-то вычислить кто это делает и зачем обычные люди не справятся с этим большинство такого оружия нацелено именно на обычных людей чтобы они ничего не смогли сделать ничего противопоставить никак не смогли сопротивляться кто-то хочет просто хотят чтобы играли в их игру по их правилам правила вам неизвестно просто и я как смотрел масс-медиа и мне там так сказали что ты не знаешь какую игру ты играешь эти все операторы просто когда достигнут своей цели они просто перестанут над вами издеваться и все прекратится если они достигли своей цели если вы стали неинтересно все прекратится на то есть как прекратить так может и начаться опять то есть они сами когда захотят тогда и начнут с вами играть в кошки-мышки и то есть например при пси-терроре вот у многих людей есть жалобы например на соседей то есть постоянно как будто соседи там надо про вас говорят над вами издеваются подшучиваю еще что-то то есть я это явление так глубоко тоже не изучил и ничего не могу сказать делать это сами соседи или их просто переозвучивают чтобы накравить на вас то есть не как-то раз соседи я понял вызвали мне скорую и и то есть я слышу как-то разговаривает вот эти санитары которые приехали и что они говорят соседи говорят он про нас говорит короче и и и на них начинают раз убеждать что это он не про вас что он не какую-то общественную опасность человек например не несет зачем его куда-то закрывать и например они чтобы достовериться заходят на этаж выше спрашивают там у соседей в моем случае соседка какая-то вышла и говорит не ходите к нему он вас убьет то есть почему обо мне сложилось такое мнение я вообще без понятия может она специально так сказала ну и чем это все закончилось тем что они соседи другие рассказали первое что что он сейчас живет один и они просто сказали дверь мы взламывать не будем вот так вот что он и 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 например я когда остался один дома там может сам собой су говорил что вот например столько ты заработал и и просто я слышу что на улице говорят какие-то люди что говорят сколько я там заработал а другой говорит сейчас но смысл такой что как он смог заработать такие деньги и то есть не один раз улице орали после того как скоро